19 марта в Ненинском округе стартуют традиционные соревнования по снегоходному кроссу Бурандей на Кубок Героя Советского Союза Героя Российской Федерации Артура Черенгарова. В этом году мотокросс пройдет на новом месте. Основным лейтмотивом соревнований станет благотворительный сбор средств на лечение для нашего земляка Мстислава Никонова. Формат Бурандея в 2022 году претерпел некоторые изменения, начиная непосредственно с места проведения соревнований, гоночные трассы специально подготовлены в районе воинской части. Для гонщиков предусмотрено сразу два трека. Один для соревнований на снегоходах класса «Буран», а второй для иностранной техники. Впрочем, новшества на этом не заканчиваются. Еще дополнительное нововведение. У нас появился сайт Бурандея, у нас появились группы в социальных сетях, где мы рассказываем о самих гонках, добавляем туда информацию об истории гонок. У нас раньше не собиралась информация, не было в одном источнике, где можно было найти о первых победителях, о победителях последующих лет. Сейчас мы этот сайт постоянно наполняем, собираем информацию из всех доступных нам источников. И на этом сайте у нас уже будет более полная информация. Человек может прийти, ознакомиться, узнать, с чего начинались гонки и какие они сейчас. Еще одна особенность «Бурандея-2022». В этом году он будет носить благотворительный характер. Основная цель – собрать денежные средства для лечения подростка из Тельвиски. Мстислава Никонова. Готовность оказать помощь больному ребенку во время соревнований выразили предприниматели, которые организуют торговлю в палатках на мероприятии. Мы решили провести акцию «Мой бизнес помогает». И по договоренности с предпринимателями часть выручки именно на «Бурандея» будет перечислена семье Никоновых. Кроме того, на гонках активно будут работать волонтеры. Их цель – также привлечение средств на лечение Мстислава. У нас организована волонтерами благотворительная ярмарка, на которой могут принять участие все активные жители города и округа, могут предоставить свою какую-то продукцию. Уточнить информацию о ярмарке и связаться с волонтерами можно по номеру 8-911-653-28-00. Отметим, в этом году «Бурандея» пройдет в районе войсковой части номер 12-403. Напомним, в декабре 2020 года у Мстислава Никонова выявили Т-лимфобластную лимфому третьей стадии. Это онкологическое заболевание, при котором поражаются лимфоциты – клетки иммунной системы. В прошлом году заболевание переросло в лейкоз.